Дома культуры Это было фойе, это была маленькая холодная площадка, ну а сегодня мы готовы показать наш новый современный дом культуры. У нас на территории сельского поселения Успенская есть еще одна хорошая новость. В поселке Горки-10 после проведения необходимых процедур уже с 1 марта мы 2018 года начнем строить еще один новый дом культуры на 6000 квадратных метров. Программы фестиваля разнообразны. Участники представляют разные возрастные категории. Первыми на сцену вышли юные поэты. Их строчки были посвящены родному краю, учителям, родителям. Федя Катенев написал прадедушку Столера. У дедули Столера дело спорится с утра. Он строгал, пилил, сверлил, гвоздик молотком забил, а шуруп блестящей вертки ловко закрутил отверткой. Так он смастерил буфет, стол, комод и табурет, а потом их шлифовал, ярким лаком покрывал. Стал применчивать к ним ручки, ножки и еще другие штучки. Вот бы вылезти скорее, быть похожим на Андрея. А какие человеческие качества у твоего любимого деда Андрея? Дедушка очень добрый. Дисциплина тоже, можно сказать, есть у нас. Обижаешься на него? Никогда. Федор взялся за перо в 8 лет, а дедушка Алеша, поэт Алексей Павлик... Начал писать на 72-м году своей жизни. Ну вот в октябре месяце этого года я, вдохновленный красотой осени, написал такое створение. Стою в лесу я изумлен, картина чудной озарен, взгляд свой отвести не в силах, меня осень покорила. Тема осенней красоты и грусти звучала у многих. Татьяна Мазаева нашла свои светлые краски. Отцы и дети – тема вечная, коснулась каждого из нас. Промчалась молодость беспечная, и мы родители сейчас. Как бурно мы с отцами спорили, как мам пытались провести. И с нами эти же истории. И это тоже часть пути. Когда нас осчастливят внуками, то дети наши все поймут. Как волноваться можно сутками, как верить в них тяжелый труд. Владимир Власов определил родному селу свое место в истории. Где столица Рублевки? Столица Рублевки, не Жуковка. Центр ее, не Барвиха. Видите, церковь с золотой Луковкой. Село Успенское, скажу я тихо. Владимир Маренников, возглавивший делегацию гостей, назвал фестиваль форумом. Довожу до вашего сведения, что в нашем, на данный день, Одинцовском районе зафиксировано на бумаге 14 литературных объединений. Содружество МУС сегодня разных уголков района возглавляет старейшая Литоп Парнас. Певец Владимир Меркулов в свои пожелания выразил песни «Благодарю тебя», автор слов которой выдающийся поэт Роберт Рождественский. Глава поселения Владимир Коряев поздравил всех детей с участием в первом районном фестивале поэтов, наградил дипломами и выразил надежду «Первый масштабный фестиваль в Успенском станет традиционным». Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.